На минувшей неделе мы возобновили сотрудничество с советским спортом. К взаимному удовольствию мы любим вас удивлять, друзья мои, любим. Если вам интересно, я подумал, что однажды недавно я воспользовался возможностями фотошопа, ну, мои коллеги мне помогли, и у нас на, собственно говоря, заявочной картиночке, мы это назовем артворк, вот, а в ютубе была моя лысая голова. И многие из вас были расстроены, когда вы вошли в видос и выяснили, что голова моя не лысая. И вот это был смысл другой. Сейчас мы сделали все наоборот, а если вас интересует, какого демона я перекрасил голову в желтый цвет, я скажу об этом в самом конце программы. Рад напомнить вам, что наш партнер, компания Фонбет, продолжает поддерживать наше компактное производство. И, в частности, вас Фонбет готов поддержать свободной ставкой фри-бетом на 2000 рублей, если вы зарегистрируетесь в приложении Фонбет и введете промокод Уткин, в частности. А что я забыл? Все детали мы специально для вас закрепили в первом комментарии. Поехали! Футбольный клуб Как всегда, неделя матчей сборных была весьма насыщена и интересна. Но все же, пока еще Евро довольно далеко впереди. Эта тема достаточно локальная. Я бы отметил, что за прошедшее, ну, примерно месяца полтора, я так боюсь, просто с датами ошибиться, может быть, месяца три недели, кто знает. Вообще-то говоря, последние два тренера, которые выигрывали Евро, а именно Манчини со сборной Италии и Сантош со сборной Португалии, потеряли свою работу. Но Манчини сам ее лишился. Он, я рассказал сразу же, еще в телеграм-канале у тебя написал, в день его ухода из сборной Италии, казалось бы, самостоятельного, что, наверное, парень получил предложение из Саудовской Аравии. Манчини же мужик неглупый и довольно эффектный. Шарф на нем прекрасно всегда вяжется, любой причем. Вот, кстати, интересно, есть ли у саудовских фанатов шарфы, потому что там же довольно жарко, и я думаю, что, возможно, там клубная символика иначе проявляется. Пока сам не знаю, вот спрашиваю вас. Но вот Сантош, который ушел из сборной Португалии и был приглашен в сборную Польши, просто-напросто провалил весь свой соревновательный отрезок. Досадно, досадно. Но, возможно, это говорит о смене поколений у руля сборных. За Рэма, Салихова, естественно, в любом случае хвалила бы Тедеско. Но Доменико Тедеско, который принял сборную Бельгии и принял ее момент, в общем, довольно сложный, смены поколений, Эден Азар уже сообщил, что, видимо, больше не собирается играть в футбол, а это ярчайшая звезда, наравне с Дебрюйне. Куртуа уже все-таки нету, Куртуа блистать, ну, вратарь, вратари, в общем, всегда могут быть. Короче говоря, вот Тедеско продолжает укореняться в сборной Бельгии, команда играет весело, хорошо, красиво. Но давайте согласимся на том, что к чемпионату Европы все это имеет пока еще довольно косвенное отношение. До него еще долго. Многое может исправиться, многое может измениться. Сборная Испании, может быть, начнет забивать по 15 мячей своим соперником. Вот сейчас в двух матчах забил 13, так уж сложилось. И тем не менее, она еще не лидер в своей команде, там Шотландия зажигает. Кстати, вот как мне кажется, Стив Кларк, который много работал со системой Челси, поэтому я, в общем, следил за его творчеством, по-моему, пришел в сборную Шотландию как нельзя кстати. И довольно ограниченные возможности своих игроков он умеет составлять так, чтобы слабости оставались вот внутри конструкции, а сильные перли наружу. Подумать только Мак Томин и забил уже 6 голов в отборочном турнире. Но я еще раз говорю, все эти интриги пока еще очень такие условные интриги, потому что впереди Евро, которое пройдет в Германии. И Германия уволила своего главного тренера Ханси Флика. Это очень драматическая ситуация. В сборную Ханси Флик пришел после феноменального сезона в Баварии. И после Баварии казалось, что Флик отличная история для сборной, потому что в сборной у него уже был опыт работы. Он работал с Левом, в частности, когда он год после Кринсмана подхватил команду. В общем, короче говоря, казалось, что это союз, обреченный на удачу. Но дело в том, что даже сами немцы сейчас не предлагают какого-то однозначного и более-менее такого рецептуарного понимания того, что произошло. Команда не тянет. Нужно играть домашние Евро. Вообще говоря, Германия удивительная страна в футбольном смысле, потому что именно накануне домашнего турнира не всегда что-нибудь получается не так. Вы мне напомните, Вася, а вот 1974 год, чемпионат мира в Германии, немцы чемпионы, да. Но кто вспоминает 1974 год, вспоминает тотальный футбол в исполнении Голландии. Понимаете, вот Германия как-то не везет с домашними турнирами. Но перейдем к сборной России, это тоже интересно. Я люблю разное маргинальное творчество из трех матчей сборной России в разных вариантах, разных составах, разных наименованиях и разных, наверное, как бы это сказать, статях. Вот я посмотрел два с половиной, и, честно говоря, мне вспомнилось стихотворение, оно из четырех строк, это называется «Стишки-порошки». Вот оно так звучит. «Как хорошо сегодня в морге, прохладен, свеж его уют, все портят только практиканты, блюют». Ну вот да, кого радовал в целом матч с Катаром, а кого, в конце концов, радует его результат. Кого радуют молодые, которые приглашают в сборную, а они как-то вот, ну, то ли достаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание у них хромает. Я думаю, что именно в этом-то дело, да. То ли еще что-то. Но как бы то ни было, в конце концов, радости все это совершенно не приносит. Вы мне скажете, Вася, а не ты ли написал, собственно, в советском спорте в понедельник своей дебютной колонке, что сборная должна играть, ну, просто потому, что должна, и наступит день, когда? Да, я это написал. Но сейчас это смотреть невозможно, и важно понять, почему. Ответ на этот вопрос очень прост. Спорт – это когда результат, это когда победа, и даже если поражение – это от того, что ты стремился победить. Но в данный момент, не участвуя в соревнованиях, в общем, и не имея перспективы, ну, ты, в общем, как бы сказать, ну, ты в дозавуирующей ситуации. Ну, а что тебе, собственно говоря, еще делать? Сегодня, ну, вы смотрите нас в четверг, а мы записываемся, как обычно, в среду вечером. Но, тем не менее, вот на этой неделе очень много обсуждались слова Валерия Карпина, главного тренера сборной России, после матча с Катаром, когда он сказал футболистам, что, ну, он сказал, что мой совет, если хотите, если у вас возможность уезжать, уезжайте. Я удивился, какое количество отзывов это все вызвало. Ну, выживший из ума, как многие на самом деле, это бывает, ему 83 года. Ветеран Владимир Пономарев из ЦСКА. Кстати говоря, игрок сборной СССР 66-го года. Основной. Та самая сборная, которая добилась наивысшего результата для сборной нашей страны, как бы она ни называлась. Тогда сборная играла в полуфинале Чемпионата мира и больше на этого никогда не делала. Так вот, Владимир Пономарев, защитник ЦСКА, которого, честно говоря, мы всегда считали много лет. Самым адекватным из всех ветеранов, потому что ветеранам же скучно, понимаете? И они, в общем, скучают и невостребованы, и поэтому они, как правило, бывают злые. Ну, вот Тихонов, посмотрите, биатлониста, да? Мне кажется, он в своей шапке с значками даже летом ходит. И вот этот самый Владимир Пономарев, замечательный дядька, который когда-то мне лично объяснил. Простую очень вещь. Сборная СССР некогда считалась чемпионом мира по товарищеским матчам. Так говорили, это просто прям реальное выражение сочетало. А почему? Да очень простой ответ. Потому что были международные матчи, и премиальные платили в валюте. А за премиальные в валюте, это, например, эквивалент тех денег, за которые любой футболист сборной в клубе горбатился, ну, примерно месяц. Я к чему это все говорю? Вы можете переводить это все в деньги, можете не в деньги, можете в честь флага, можете в слова гимна. Ну, в общем, короче говоря, суть-то в том, что необходимо ма-ти-ва-ци-я, очень понятное. Мотивация – это такое действие прямолинейное. Когда ты ее не понимаешь как-то сразу, то получается, что у тебя все более или менее валится из рук. И главное, что об этом некому и нечего сказать. Ну, вот Владимир Пономарев, ну, что поделать, ну, вот уже очень пожилой человек, ну, глупость сказал, назвал Карпина предателем Родины. Хотя я не очень понимаю, как можно быть предателем Родины, когда Родина как моя, так и Пономарева, так и Карпина. Вообще-то, когда я пристал существовать, это был Советский Союз. Потом, ну, ладно, Пономарев, он очень пожилой человек, но вот Светлана Журова, совсем еще недавно, буквально вот еще, ну, 30 лет не прошло, была олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте. Причем она свою медаль золотую выиграла, на самом деле героически. И вот проходит время, и она почему-то говорит, а что нам не сыграть с КНДР, а что нам мешает, а почему мы этого не можем... Да просто смысла это не имеет, Светлана. Давайте же с КНДР устроим матчевую, встречающую команду по фигурному катанию. Какой это будет, спрашивается, смысл? Кого и как это сможет мотивировать? Кого и как? И на что, главное, это вдохновит? Что касается Карпина и его слов, вы знаете, что я к Карпину вообще отношусь с большой симпатией. Между прочим, пока он был игроком, мы с ним практически никогда не общались. Мы с ним ненавидели друг друга. Ну, насколько это вообще возможно с моей стороны формулировать, да? Но Карпин-то ведь уехал. Карпин-то ведь уехал и добился успеха, и мало того, вернулся. Вернулся обогащенный большим опытом. И вот уже который год он работает в России. Ну, спрашивается, ну вот как можно рассматривать слова Карпина как призыв к массовому бегству из страны, ну, словно бы военнообязанных. Вообще не об этом речь. Если есть возможность, да, действительно, надо уезжать. Потому что любой футболист в детстве мечтал сперва попасть в команду мастеров, потом в любимую команду. Ну, потому что не все живут в Москве, могут поступать в школу Спартака, например, да? Или Локомотивы, или ЦСКА, или, допустим, если в Питере, то Зенита. Вот, короче говоря, все имеют мечту играть на более и более высоком уровне. Но сейчас наша страна не дает своим футболистам такой возможности. И не только футболистам. Что же им спрашивается делать? Ложиться-то помирать? Ведь то, что я говорю сейчас, я говорю не для того, чтобы обидеть депутата Государственной Думы Светлану Журову. Или депутата Государственной Думы, вот у него такая, султан, по-моему, Хамзаев, да? Ну, он вообще говорит на любые темы. Просто такая нормальная, хорошая, я бы даже сказал, отложенная говорильная машина. Я ведь сейчас на самом деле ссылаюсь на Конституцию страны. Вот, смотрите, что здесь написано. Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку право свободно передвигаться, выбирать место пребывания, место жительства. И выезжать за пределы страны. Российским гражданам также гарантируется право без препятствий возвращаться в Россию. Это Конституция. Какая, какое, какие нахрена предательства? Кстати, вам все еще интересно, зачем я покрасил волосы. Я об этом скажу в конце программы. Я скажу, скажу, не волнуйтесь. Сейчас к актуальности. Футбольный год. Ну, хорошо. Ссылаться на Конституцию сегодня, ну, возможно, это не особенно модно. Многие забыли просто. Но вот сейчас же представители власти говорят, на этой неделе очень активизировались разговоры о том, выступать ли российским спортсменам на Олимпиаде. При том, что условия для этого выступления, ну, в общем и целом, конечно же, можно назвать дискриминационными в словарном смысле этого слова. И пресс-секретарь президента России Песков, который, вообще-то говоря, по своей работе курирует все средства массовой информации в стране, говорит, ну, конечно же, надо это делать, разумеется, надо. Президент высказывается, но я не очень понимаю, почему на Восточном экономическом форуме на эту тему, но, тем не менее, высказывается тоже абсолютно в этом же самом ключе. Ну, так о чем тогда речь, друзья мои, если в кои-то веки представители власти и Конституция Российской Федерации совпадают в своих определениях? Это вообще довольно редкая вещь за последнее время в некоторых вопросах. И спрашивается, на кой привлекать к этому слова предательство или патриотизм, ведь эти слова, они просто слова в языке, они очень значимы, они важны и даже начинаются на одну букву, но в отличие от статьи Конституции и в отличие от слов президента, в них каждый может вложить совершенно отдельный свой собственный смысл. Мне, как человеку неюному, который родился в стране, которой уже давно нет, я имею в виду Советский Союз, к моему большому сожалению, между прочим, да, к сожалению, потому что, как еще я могу не сожалеть о своем детстве и юности, которые давно ушли. Мне больше всего нравится определение Михаила Жванецкого, который однажды сказал, что патриотизм – это четкое, ясное, абсолютно аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Цитата, конец цитаты. Непрерывность спорта заключается. Непрерывность спорта, непрерывность спортивного процесса, она в том и заключается, что те, кто готов к более высоким требованиям и которые считают, возможно, ошибочно, кстати говоря, но это тоже, в общем, такой процесс, как это называется, естественного отбора. Тот, кто считает, что способен на большее, должен пробовать большее, это и есть спорт. А вот то, что вы говорите, это вообще не спорт. Это какой-то суррогат, и я не очень понимаю, нафига вам это нужно. Я хочу, чтобы мне было за кого болеть на Олимпиаде, и чтобы это было по возможности не Джокович, за который я, в общем-то, болею, и чтобы это было, ну, не, я не знаю, там, ну, кто еще не, да кого угодно, за великого спортсмена, которому нельзя не симпатизировать. Но все равно, я бы очень хотел, чтобы у наших спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде в Париже. По очень простой причине. Потому что, если у них не будет такой возможности, это означает, что они зря прожили свою жизнь. Если вы думаете, что я говорю простые, пустые, красивые слова, я хочу обратить ваше внимание на очень простой факт. На этой неделе, например, ни о ком не хочу сказать плохого слова. Вадим Евсеев, только что уволенный из факела, устроился на работу в Красавскую Кубань, откуда уволили Александра Григоряна, а на место Евсеева факел устроилась работа, только что уволенный из Ахмата Сергей Ташуев. Ну, разумеется, всем удачи, все достойные люди. Но вот скажите, пожалуйста, как в такой ситуации появляться новым именам? Кто на них вообще ориентирован? Кто на них смотрит? Вы вообще знаете, что два года, два года, сейчас уже опять начали, два года не набирали в высшей школе тренеров на обучение тренеров на рецензию категории B. А категория C дает право работать только с командами второй лиги. Ну, это неважно, я могу даже ошибаться, я сейчас специально этого не смотрел, но категория B дает гораздо больше возможностей. Людей просто не нанимали на работу. А вы знаете, сколько можно нанять специалистов на обучение категории B в стране России? Квота же есть 50 человек. Это значит, что мы не досчитались 100 человек в то время, когда во всему миру появляются молодые тренеры. Так называемые лэптоп-тренеры, какие-то еще футболисты. Опять-таки, ну вот понимаете, вот всего этого просто два года не было. И происходит то же самое, что было лет 15-20 или чуть меньше назад, когда по кругу ходили Гаджи Гаджиев, Александр Тарханов, уважаемые люди, знающие специалисты. Но мы же с вами понимаем, это выбор руководителя, которого поставили управлять чужими деньгами на футбольном клубе, это же для него выбор, что, смотрите, я вот вам целого вот такого специалиста привел, понимаете, вот такого опытного, надежного. Ну, не получилось что-то, даже у него не получилось. Это же все страховка. И вот сейчас начинается ровно то же самое, тот же самый коловорот. И вы считаете, что в отъезде, в отъезде взрослых людей, которые чего-то добиваются, есть зло? Ну, а почему, собственно, войдем ее в силу не попробовать, например, ну где-то еще? Нет, он, безусловно, имеет право. Но есть же у него в карьере уход из Спартака, который его воспитал, и где он, в общем-то, имел неплохие шансы заиграть. Переход в локомотив. Это что, было предательство, может быть? Нет. Нет, это был поиск нового конкурентного пространства, которым он прекрасно воспользовался и попал в сборную. И в каком-то смысле даже стал ее легендой. Хотя, в общем, вы знаете, выражение «хуй вам», оно легендарным стало гораздо раньше. И, по большому счету, Вадим просто еще раз прибег к его магической силе. Ну да ладно, кажется, я ушел в некоторую заумь. Я скажу вам, что, во-первых, на этой неделе еще все-таки подал в отставку президент Испанской Федерации Футбола Луис Рубялис, который без спросу засосал футболистку национальной сборной Испании после победы на чемпионате мира. И вот, опять-таки, по этому поводу очень много вот эта вот безумная девушка, она то ли биатлонистка, то ли лыжница. Я даже надеюсь, что лыжница, потому что биатлонистки, они все-таки стреляют еще. Вот как бы ничего не вышло. Фамилия Степанова. Он говорит, ну, человек ошибся на одну-две секунды. И надо его за это наказывать на всю жизнь. Ну, в этом, конечно же, есть небольшая несправедливость. Но если считать на секунды, а вот если, допустим, человек насильник, и вот, извините за подробность, только успел вставить и сразу же вынул, может быть, тоже его судить посекундно? Может быть, тоже не насилие как-то еще в этом роде? Ладно, может, вы скажете, я преувеличиваю, но хорошо, очень хорошо. Я прекрасно понимаю, команда выиграла чемпионат мира, женская сборная Испании. Колоссальный успех. Ты президент Федерации, ты в эйфории. Ну, вот, ну и что? Ну, вот, засосал девицу. Очень хорошо. А вот вы представляете себе другую эйфорическую ситуацию? Вот, допустим, вы на каком-то празднике, после какого-то сумасшедшего концерта, вы счастливы, происходит какой-то, допустим, колоссальный фейерверк, и какой-то человек на радостях целует вашу жену в губы, в засос. Это что? Вы будете думать, что он одну-две секунды ее целовал? Или вы найдете ему в морду? А если он еще при этом ее формальный начальник, а президент Федерации футбола является начальником для футболисток сборной команды? Это что, не абьюз? Нет, ребятки. Это именно то самое. Это вот именно то самое неприятное. Это, ребята, насилие. Если он не закончил смертоубийством, ну, оно от этого насилием быть не перестает. Ну, ладно, повеселив вас. Напоследок, вы смотрите на мою желтую шевелюру. Вы, наверное, шокированы. Я и сам шокирован, честно говоря. Мне захотелось совершить безумный поступок. И я сделал свою голову желто-черной. Моя команда эгресси, мои друзья, которые за нее играют. Я сам за нее играть не могу, я поле сломаю вместе с полем и себя. Мои друзья играют в медиалиге. Мое сердце точно всегда с эгресси, но его не видно. А сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие. И от него никому неплохо. Ну, давайте, может быть, вот в этом направлении поищем выход своей энергии тоже. Не будем спорить о том, кто предатель, кто негодяй, кто подонок на основании всего лишь того, что люди строят свое будущее. Это футбольный клуб. Я благодарен всем, кто спонсирует нас в аккаунте на Бусти. Потому что мы их, собственно говоря, и благодарим упоминаниям о футбольном клубе, как всегда. На следующей неделе у нас обязательно будет стрим на Бусти, посвященный Лиге чемпионов. Ну, и дальше уже пойдет. Футбольная жизнь, она же никогда не останавливается, правда? Вот теперь я точно с вами прощаюсь. До следующей недели. Футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб.